Рады вас приветствовать на нашем вебинаре, вебинаре компании Аксилот. Тема сегодняшнего вебинара 1СВМС на складах фармацевтических компаний. Напоминаем, что в конце вебинара вы можете задать все интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне панели управления. Также материалы данного вебинара вы можете найти на нашем канале Аксилот на YouTube и на сайте axilot.rf. Давайте сейчас проверим звук. Если вам нас слышно, нажмите, пожалуйста, на значок поднятой руки на панели управления. Итак, давайте проверим ваши ладошки. Как мы видим, почти у всех собравшихся со звуком все в порядке, но если у кого-то все же есть проблемы, то попробуйте решить их в настройках своего компьютера, ну или же отключиться и подключиться к вебинару снова. Итак, давайте начнем. Ведущим вебинара выступлю я, Наталья Чечетенко, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Аксилот, и ведущий специалист по внедрению систем управления складом, Крутиков Михаил. Презентация нашего вебинара, точнее, будет построена следующим образом. Для начала я расскажу о компании Аксилот, чем занимается компания, наше направление деятельности, а дальше уже Михаил непосредственно приступит о рассказе о том, как помогает 1СВМС управлять складами высокой сложности фармацевтических компаний. Итак, компания Аксилот работает на рынке информационных технологий с 1998 года. В этом году у нас совершеннолетие, 18 лет на рынке. В компании более 300 сотрудников в различных городах, и офисы представлены помимо Москвы и Санкт-Петербурга, также в Сибири, Кирове и Ежевске. Основное направление деятельности нашей компании – это разработка и внедрение систем на платформе 1С. Самое большое направление – это именно разработка решений для автоматизации складской и транспортной логистики. В рамках проектов мы оказываем полный спектр услуг, то есть помимо оптимизации и автоматизации бизнес-процессов компании, мы поставляем именно проекты под ключ. Это касается как и оборудования, и проектирования высоконагруженных систем, оборудование, причем мы поставляем как для реализации сети Wi-Fi, так и терминалы сбора данных, принтеры, печати, этикеток. И помимо всего этого, мы также в дальнейшем оказываем сопровождение всех внедренных решений. Для этого у нас существует центр технической поддержки, который работает в режиме 24 на 7. Решение, которое мы сегодня вам расскажем, 1С ВМС «Логистика управления складом», как и ряд других решений, представленных на данном слайде, это совместное решение компании «Аксилот» и фирмы 1С, которое уже выпускается с 2004 года. На текущий момент, наверное, более 400 внедрений, реализованных проектов именно на данном решении. Помимо совместных решений с фирмой 1С, в нашей компании есть также ряд собственных решений. Это «Аксилот» и «ЕСБИ», система, которая используется во всех практически наших проектах для организации обмена с другими системами, то есть либо 1С ВМС, либо 1С ТМС, можно интегрировать более быстро и качественно и построить единое информационное пространство с помощью данного продукта. Также у кого есть задачи по автоматизации транспортной логистики, могут в дальнейшем обратиться к нам за их решением с помощью программного продукта «Аксилот» ТМС. Также есть ряд решений по инвентаризации управления имуществом на технологии RFID, ну и, конечно же, управления запасами и закупками. Что касается преимущества работы с нашей компанией, такой хвалебный наш слайд, да, помимо того, что мы являемся разработчиком программных продуктов уже более 18 лет, имеем очень большой опыт внедрения систем управления складом. У нас самая, наверное, большая и опытная команда архитекторов и разработчиков, которые запустили ряд масштабных проектов. И, собственно, если речь идет уже о высоконагруженных системах, о складах, где, например, работает 250-300 человек в смену, то наша система позволяет автомизировать склады такой сложности и при необходимости подключаются специалисты, как раз-таки, которые имеют опыт построения высоконагруженных систем. Что касается центра технической поддержки, то большинство складов работает круглосуточно, и для этого выделена команда ключевых специалистов, которые, помимо того, что оказывают поддержку по каким-то инцидентам, они делают профилактические работы, эти инциденты, собственно, предупреждая. Ну и помимо этого, так как мы давно на рынке, у нас есть и как большая команда специалистов, и в кризис, да, мы, несмотря на то, что у многих компаний были какие-то прифинансовые проблемы, у нас, наоборот, был рост, так как, собственно, автоматизация, да, это один из способов снизить все издержки, и вот именно в кризис 2008-2014 годов у нас появился ряд больших, крупных клиентов, которые, в общем-то, выбрали для своей автоматизации, для автоматизации своего склада платформу 1С. Дальше я передам слово Михаилу, он уже более подробно расскажет о специфике внедрения системы на складах фармацевтических. Коллеги, добрый день еще раз. Давайте с вами сразу оговорим план нашего вебинара. Решили мы его разделить на четыре главы. Первая глава называется «Проблемы и потребности фармскладов». То есть там мы рассмотрим те ситуации и те особенности, с которыми мы сталкиваемся на складе. Второй главой будет являться решение, которое предлагает наша компания, наш программный продукт для покрытия этих потребностей. Третьим этапом будет непосредственно примеры автоматизации складов. То есть рассмотрим два склада, которые мы автоматизировали. И четвертый, главой заключительный, это будет непосредственно ответ на ваши вопросы, если они у нас возникнут по итогам вебинара. Ну что же, давайте начнем. И первая глава – это «Проблемы и потребности складов фармацевтики». Для начала мы рассмотрим просто и вкратце по пунктам. Далее, последующими слайдами, мы с вами более подробно остановимся на каждом из них. И я про них расскажу. Итак, первое – это особенности учета. Наш основной учет, который ведется на номенклатуре, это учет по сериям, то есть выход с производства и непосредственно сроком годности товара. Второй пункт – это специфика условий хранения, так как товары различные. Какие-то товары у нас должны храниться, допустим, в холодильниках, при различных температурных режимах. Подходы к номенклатуре защиты от света, предметно-количественный учет, наркосодержащие вещества и так далее. Следующий пункт – это различные варианты региональных забраковок, так как Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения довольно-таки часто выпускает письма с забраковкой той или иной серии номенклатуры. Соответственно, система должна уметь менять статус по определенным сериям товара для того, чтобы эта номенклатура не ушла к клиенту. Далее информация о достижении срока годности ниже определенного порога и автоматическое изменение качества номенклатуры. То есть, когда мы понимаем, что, допустим, по товару остается запас срока годности менее, например, 10 дней, чтобы система нам автоматически либо изменила качество этого товара, либо нас каким-то образом оповестила. Далее работа с различными конфигурациями упаковки одной номенклатуры, так как каждый товар может иметь различные варианты упаковок, то есть, например, вложенностью 10 штук, 15-20, соответственно, система должна с этим корректно работать. Работа с неуникальными штрих-кодами номенклатуры. Опять же, зачастую такое бывает, что либо различные номенклатуры имеют неуникальный штрих-код, либо у одной номенклатуры различные виды упаковок могут быть с одинаковыми штрих-кодами, соответственно, это тоже является проблемой, которую уже необходимо решить. Последующая, это, естественно, печать при обработке входящего потока товара стеллажных карточек с информацией о том товаре, который мы принимаем на склад и ее док-характеристиками. Ну и заключительный пункт, это, естественно, чтобы система могла планировать отбор на основании либо сроков годности, либо первый пришел, первый ушел, соответственно. Ну и, может быть, по определенным партиям, если есть какие-то срокам годности, если есть какие-то потребности от наших клиентов с вами. Давайте теперь рассмотрим, какие же решения этих ситуаций предлагает наш программный продукт 1С ВМС управления складом в данной сфере. Первое. В системе есть такое понятие, как партия. Чуть позже я про нее вам более подробно расскажу. В разрезе нее у нас прослеживается вся жизнь номенклатуры, которая заходит на склад, как раз в разрезе сроков годности, в разрезе серий и дополнительных возможностей характеристик, если они используются. Также для решения задачи по размещению в холодильнике, например, в различные зоны хранения, зоны предмет количественного учета, для этого у нас настраиваются стратегии планирования размещения, на основании которых в последующем весь входящий поток товара будет автоматически планироваться по размещению. То есть человек не принимает никакого участия, кроме выполнения непосредственной задачи, которую ему отобразит на терминале сбора данной системы. Далее. Автоматическая блокировка партии реализована в нашей системе также. То есть, например, если в Федеральной службе по надзору пришло письмо с блокировкой какой-то партии, из корпоративной системы, ну, как вариант, мы можем принимать отклик о том, что, допустим, все количество товара определенной серии сроков годности нужно заблокировать. На основании этого ВМС-система меняет статус, и этот товар не уходит клиенту. Далее. Система позволяет полноразмерно работать со всеми упаковками номенклатуры. То есть, если у нас есть один товар, у него может быть упаковка штука, да, и, соответственно, до бесконечности, так скажем, различных вариаций упаковки. То есть система сможет нам оптимально ее подобрать при планировании. Работа с неуникальными штрих-кодами, давайте этот пункт пропустим, я вам покажу его на примере, как это выглядит, чтобы сейчас не останавливаться, ну, и аналогичность стеллажной карточки. В настраиваемые варианты планирования отбора на уровне стратегий реализованы, то есть, соответственно, тот или иной товар мы можем планировать в зависимости от потребности склада и непосредственно от особенностей вашего бизнеса и работы с вашими контрагентами. Ну, теперь давайте более подробно остановимся на каждом из перечисленных мной ранее пунктов, да, и более подробно их проговорим. Первый пункт – это учет по сериям и срокам годности. Как раз о чем я уже начинал говорить. У нас в ПМС-системе есть универсальное понятие, как партия. В разрезе партии мы можем хранить различную информацию о номенклатуре, в частности, как у вас на слайде есть пример, в верхнем левом углу номер партии, то есть может выступать как серия, дальше разграничитель и дальше следующий символ, цифра – это срок годности. Данный пример, он носит чисто информативный характер, то есть сюда можно вводить информацию абсолютно любую о дате производства и о дате производства и о сроке годности. Опять же, принимая товар, входящий поток товаров, мы указываем непосредственно партию номенклатуры, то есть с каждой упаковки, если это необходимо, операторы либо руками вводят этот срок годности, либо если на уровне интеграции реализована передача из корпоративной системы ВМС информации по серийным номерам, в этом случае оператор на ТСД может выбирать этот серийный номер из списка. Ну, либо более сложные варианты, если у вас есть какие-то структурные штрих-казал, в которые эта информация уже зашита с завода-изготовителя, мы можем также оттуда эту информацию получать. Соответственно, информация о данных серийных номерах в сроке годности хранится на остатках ВМС-системе. Это нижняя картинка нашего слайда. Мы видим в разрезе, допустим, сейчас на нашем примере, ячейки и контейнеры, в которых находится товар, и сама партия номенклатуры, которая у нас с вами есть на остатках. Соответственно, при планировании, например, подпитки, при планировании отбора и отгрузки, система, естественно, анализирует эти серии сроки годности, и, соответственно, ими полноценно манипулирует для своей работы. Следующая. Работа с различными зонами хранения отбора товара. Так как система параметрична, мы, соответственно, можем с легкостью с вами настраивать различные стратегии размещения, которые определяют для товаров направление, симхронение, отборы и так далее. То есть мы понимаем, что, например, если мы принимаем товар штучками, то мы хотим, чтобы он у нас автоматически планировался к размещению, например, в мезоним. Если мы принимаем товар целыми палетами, целыми коробами, то, соответственно, мы можем настроить размещение в зону палетного хранения, если коробками, как вариант, допустим, в зону отбора. Сейчас у вас на слайде есть принтскрин, как раз, который показывает вариант стратегии размещения. То есть он построен глобально на условии и алгоритме выполнения этого условия. То есть, например, определяющий уровень, например, может быть у нас с вами статус номенклатуры. То есть мы понимаем, что если мы приняли товар в статусе кондиция, то, соответственно, система должна выполнить алгоритм размещения этой кондиции. Соответственно, у алгоритмов есть большое количество условий и параметров размещения, но так как у нас обзорный с вами вебинар, мы просто рассмотрим самый простой пример. То есть если приняли кондицию, то мы будем размещать этот принятый палет в зону хранения, в зону коробочного отбора, например, лекарственных средств, да, целый контейнер, то есть, например, целым палетом. Также есть большое количество дополнительных характеристик, как планирование к той же номенклатуре. Если у вас идет АБЦ-категорирование, то на основании классов АБЦ, соответственно, система в этом плане полностью покрывает всю потребность. Также, как у нас на слайде с вами отмечено, если у нас при приемке выяснилось, что мы принимаем товар в отличный статус и кондиция, например, как это, мягков, повреждения, бой и так далее, то можно настроить условия размещения таким образом, что система нам спланирует этот товар в зону, ну, так скажем, допустим, карантина, либо какого-то зона брака. Естественно, товар не будет смешиваться в общей зоне хранения, да, качественной и какой-то, допустим, уценкой и так далее, чтобы это не мешало полноценной деятельности склада. Следующий слайд. Требование к маркировке, так как фактически приказы Минздрава еще не отменили, да, соответственно, входящий поток товара мы маркируем так называемыми стеллажными карточками, либо палетными ярлыками, да, кому как ближе. Соответственно, сейчас у вас на слайде пример такой стеллажной карточки, в которой содержится информация непосредственно о той номенклатуре, которую мы принимаем, о производителе, о серии, сроке годности, ну, так как это у нас в данном примере короб целиком, да, то сколько, допустим, в ней вложенность. Например, 36 коробочек. Естественно, вариации стеллажных карточек могут изменяться, но содержат, в общем, об обобщенном виде такую информацию. Если, например, это миксованный контейнер, либо миксованная палетка, то, соответственно, здесь может отображаться информация по перечне товаров, да, которые, соответственно, мы с вами приняли. Далее. На основании Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, да, зачастую выходят письма с отбраковкой по той или иной серии номенклатуры. Соответственно, ВМС-система имеет по каждой партии свой статус, допустим, доступно заблокировано, да, и давайте я расскажу, как это работает. Например, пришла заблокировка какая-то, да, по определенной серии. На уровне корпоративной системы можно настроить интеграцию таким образом, что корпоративная система передаст ВМС подклик о том, что по конкретной номенклатуре, по конкретной серии, либо сроку годности произошла блокировка. И неважно, на каком этапе сейчас находится у нас товар при работе на складе, да, то есть на этапе приемки, на этапе хранения, на этапе отбора, эта партия у нас будет заблокирована. И, соответственно, склад ничего с ней не сможет сделать до разблокировки. Естественно, блокировка может происходить не только посредством интеграции, да, но и вручную из режима предприятия, то есть непосредственно через программу 1С ВМС управления складом. Ну и, соответственно, в случае разблокировки может также быть разблокирована и в последующем доступна для последующих складских операций. Также следующий пункт нашего с вами обсуждения – это стратегия автоматического изменения статуса номенклатуры. То есть, допустим, по условиям нашего бизнеса мы хотим заранее знать, когда по тому или иному препарату, либо по группе препаратов, остаточный срок годности, допустим, опустится ниже 7 дней, ну, либо это может быть процентом, тут в зависимости от настроек. Соответственно, сейчас на принтскрине у вас изображение, пример, да, что, например, если по сроку годности номенклатуры остаток будет меньше 10 дней, то в этом случае система поменяет нам качество, например, с кондицией на, вот я вам сделал пример статуса, да, истекший срок годности. Также она может этот статус отправлять опомещение, оповещение о смене статуса и так далее. То есть вы в любой момент сможете проконтролировать вообще, какой у вас остаточной свободности по товару и сколько его находится в таком статусе на остатках склада. Далее, о чем мы говорили раньше, работа с неуникальными штрих-кодами. Бывают зачастую товары, которые идентичны, но отличаются, например, либо вкусом, да, либо там цвет и так далее и тому подобное. И завод-изготовитель маркирует эти товары одним и тем же штрих-кодом. Система в данном случае отображает такой товар, то есть, например, у нас идет операция приемки товара, мы отсканировали номенклатуру, система видит все номенклатуры, которые здесь со схожим штрих-кодом, то есть не со схожим, а с таким же штрих-кодом, и оператору на терминале сбора данных, либо, если это используется работа через стационарное рабочее место приемщика, она отображает форму, в которой оператор должен выбрать тот товар, который сейчас перед ним находится. Опять же, в последнем релизе у нас есть функционал, мы можем отображать картинку по номенклатуре, какая на самом деле сейчас была отсканирована, и, соответственно, не уникальны штрих-кодом, они являются препятствием, да, либо какой-то проблемой для обработки товара потока. Причем это не только, естественно, при входе, но последующие операции, там, инвентаризация, подпитка, отбор и так далее, везде выскакивает такая же форма для выбора. Далее. Планирование отбора с учетом партий, FIFO и FIFO. В зависимости от параметров, которые мы с вами можем указать в стратегиях отбора, система может по-разному подбирать по номенклатуре ту или иную партию и срок годности. Для чего это нужно? То есть, например, есть у вас некий VIP-клиент, капризный клиент, по которому вы хотите, чтобы ему ходил самый свежий товар. В данном случае по этому клиенту мы можем поставить процент срока годности, и система будет анализировать, вернее, подбирать на остатках именно те серии сроки годности, которые входят в эту вилку. Следующий вариант – это чистого FIFO, то есть самый, так скажем, тухлый товар уходит у нас с вами вперед, и, соответственно, мы его продаем. Естественно, очень редко кто этим пользуется, в основном все пользуются первым вариантом, то есть FIFO, но с процентом отклонения по определенным контрагентам, для того, чтобы никого не обидеть. Зачастую бывают такие особенности бизнеса, что некоторые клиенты принципиально хотят, чтобы мы им отгрузили именно, допустим, эту серию или этот срок годности, никакой иной, и это, допустим, оговорено в рамках договоренности. В данном случае система умеет также с этим работать, соответственно, в заказе на отгрузку указывается определенная серия срок годности, и ВМС-система будет анализировать остатки как раз в разрезе только указанного срока годности либо серии, и ничего другого она подбирать не будет. Ну и классический вариант FIFO, соответственно, здесь нет смысла останавливаться, всем понятно. Далее, давайте перейдем непосредственно к самому интересному этапу нашего вебинара. Это информация по складам, которые мы автоматизировали, нашей системой, и начнем мы с автоматизации складов компании Grand Capital. Давайте вкратце я вам расскажу о непосредственно самой компании. Это фармацевтический дистрибьютор федерального уровня. Они очень давно работают на рынке фарм, посвыше 13 лет. Соответственно, более полутора тысяч клиентов, такие как достаточно крупные дистрибьюторы, аптечные сети и так далее. Ну и, соответственно, непосредственно сетка присутствует более чем в 70 субъектах Российской Федерации. Как началась вообще история взаимоотношений нашей компании с компанией Grand Capital? Первым этапом, так скажем, был автоматизирован склад в Москве. Происходило это в 2014 году. Склад находится в Московской области, площадью 13 тысяч квадратных метров. Уже позже, после автоматизации этого склада, был автоматизирован второй склад, который находится в городе Кирове. Он меньше значительно, общей площадью 1000 квадратных метров. И давайте просмотрим, какие же были предпосылки внедрения и какие цели ставил для себя Grand Capital для автоматизации. Первое. На складе не было системы управления, то есть не было никакой ВМС-системы. Соответственно, они дошли до той мысли, что нужно автоматизироваться. Параллельно планировали открыть собственную розничную аптечную сеть, то есть понимали, что подбор по бумаге уже не актуален. Ну и, соответственно, большие планы роста, о том, что компании очень динамично развивающиеся. Соответственно, для этого нужно было рассматривать автоматизацию склада. Какие же, соответственно, поставили цели? Ну, цели, естественно, классические, да, которые ставятся перед любой ВМС-системой. Ну, здесь мы были тоже не исключением, да, то есть первое – это увеличение скорости и качества выполнения всех операций на складе, снижение количества ошибок персонала, ну и параллельно, так скажем, избавление от зависимости от того или иного персонала, да, обеспечение стопроцентного контроля и обеспечение работы склада в связи с плановым увеличением грузопотока. Ну, этапы работы у нас тоже, ну, на самом деле классические, да, было разбито на четыре этапы. Первый – это планирование и проектирование, то есть мы писали концептуальный дизайн системы, оговаривали, как будут работать те или иные бизнес-процессы на складе. Соответственно, на выходе мы получили большой документ согласованный, в котором всем было понятно, как должен работать склад, как должна работать ВМС-система и зона ответственности. Вторым этапом была настройка макета системы и подготовка системы и склада к запуску, то есть маркировка стеллажей, маркировка складского оборудования, то есть склад работает с техникой, я вам чуть позже по это расскажу. Последующим этапом было обучение, приемочное тестирование, ну и непосредственно запуск системы в эксплуатацию и начальное сопровождение. Ну давайте более подробно остановимся на складе в Московской области. Сейчас так, общий вид склада, да, зоны приемки, то есть зона основного хранения как раз, это широкопроходные стеллажи, топология также разделена была на зону штучного хранения, это мезонин, который располон на 4 этажа, ну и, соответственно, как мы говорили ранее, там это холодильники, да, зоны температурных режимов 2,8 и 9,15, также использовались напольные ячейки, что в зоне приемки, в зоне контроля и отгрузки, также транзитные буферные зоны для как раз размещения товара с приемки либо при подпитке и хранения в мезонин, для того, чтобы система планировалась по складыванию, да, и определяла различные потребности. Так, склад в Кирове, логика та же самая, палетное хранение, также зона штучного хранения, полки, ну, либо лоточки, холодильники с температурными режимами, так как склад двухэтажный, то транзитная зона для перемещения товара с первого этажа, с зоны приемки на второй этаж, ну и, соответственно, аналогично, зона карантина и брака, зона предметно-количественного учета и так далее, есть. Как же происходит учет номенклатуры на складах? Как я вам говорил ранее, описывая функционал системы, учет товаров происходит в разрезе серий, характерных, да, для фармацевтики, в данном случае серия в корпоративной системе, партия в МС-системе, как раз партионной составляющей у нас является серия и непосредственно ее срок годности. Учет товара осуществляется в разрезе качеств, то есть основной товар – это кондиционный товар, который мы можем продавать, ну, различные манипуляции с ним совершать, да, ну и ответвление от него, боемеханическое повреждение, брак, уценка и так далее. А вот эти вот качества – это не догма, да, то есть есть несколько предопределенных в системе качеств, по, допустим, требованию клиента можно создать любой момент, любое иное качество, да, для того, чтобы оно участвовало у нас в товарообороте, в товародвижении. На уровне интеграции качество в МС-системе у нас связано со складами в корпоративной системе, то есть, например, в корпоративной системе есть некий склад основной, с которым осуществляется торговля хорошим товаром, да, подлежащим продаже. В МС-системе – это качество, номенклатура, кондиция. Есть товар, допустим, в корпоративной системе склад уценка, склад уценка в корпоративной системе равен качеству в МС-системе брак. Ну и по аналогии, там очень большая градация, чтобы на этом не останавливаться, соответственно, пример я вам привел, как это выглядит. Следовательно, как раз вот о чем мы говорили последнее, да, это особенность учета товара брак. Мы проговорили с вами то, что это отдельный склад корпоративной системы. Если, например, происходит какая-то забраковка, то, соответственно, партия блокируется, ну и, соответственно, становится недоступна для последующей работы на складе. Особенности приемки товара. Приемка осуществляется при помощи терминалов сбора данных. Система автоматически проверяет весогабаритные характеристики на номенклатуре при приемке, для того, чтобы правильно использовать складские ресурсы, да, нашу топологию, соответственно, для грамотного планирования размещения в те или иные зоны. На этапе приемки, как мы с вами уже говорили, печатается стеллажная карточка, печатается на обычный лазерный принтер, соответственно, есть различные варианты, да, печати на лазерный принтер, на принтер этикеток, но, опять же, в зависимости от специфики, вот клиент захотел печатать просто на лазерный принтер. Если, например, по каким-то номенклатурам, которые приходят к нам на склад, нет штрих-кода производителя, например, да, то есть товар не отмаркирован, в этом случае осуществляется маркировка. Маркировка может осуществляться как в ручном режиме, то есть непосредственно из режима предприятия, печатать этикеток, так может быть и автоматическая печать в зависимости от определенных настроек ВМС-системы. Была особенность, вернее, есть особенность, да, при интеграции, то, что когда товар приходит на склад, информация после обработки входящего потока товара, то есть по завершению приемки, уходит в корпоративную систему. Этот товар может быть доступен для размещения в зону основного хранения, но этот принятый товар не будет доступен для сборки и отгрузки до подтверждения из корпоративной системы. То есть это некая особенность бизнеса для того, чтобы система корпоративная могла полностью контролировать все движение. Автоматическое размещение по зонам склада, ну, мы уже, как с вами говорили, на уровне стратегии размещения настроены различные зоны, куда должен размещаться товар с какой кратностью, то есть куда должен размещаться штуками, коробками, палетами, ну, либо ответвление по качеству, то есть, например, забракованный товар и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, мы это с вами уже проговаривали. Теперь особенности непосредственно отбора товара. По факту сборки, то есть когда сборщик, вот у нас, например, картинка на палет собрал номенклатуру, система говорит им, в какую ячейку зоны готовых заказов необходимо поставить палет. В этой ячейке товары по одному заказу, если их собирает несколько сборщиков, консолидируются и, соответственно, собираются в одной части склада, так скажем, да. По факту того, как целый заказ будет отобран, система автоматически создает задачу для контролера непосредственно для контроля отгрузки с терминала сбора данных, то есть это непосредственно контроль того, что же насобирал у нас с вами сборщик. Контроль осуществляется ТСД путем сканирования принятых товаров и указания количества. Естественно, если, например, контролер сканирует товар и система анализирует заказ и понимает то, что по заказу такой товар не должен быть собран, ну, например, кто-то проходил мимо, увидел валяющуюся коробку и просто положил на палет. В данном случае система предложит этот излишек положить в корзину брака и, соответственно, в заказе он, естественно, не фигурирует и клиенту не будет отгружен. Аналогично, если, например, контролер проводит проверку и по факту завершения контроля выявляется, что какого-то товара не хватает по какой-то причине, то, соответственно, система им показывает план-факт и, если контролер подтверждает расхождение, то создается автоматически задача на допланирование отбора. По факту завершения контроля система печатает упаковочный лист, который уходит непосредственно клиенту и клиентскую так называемую этикетку. Сейчас она используется для транспортных компаний, то есть это количество транспортных единиц, то есть непосредственно сколько коробок, адрес получателя, либо адрес транспортной компании, ну и остальная служебная информация. Не так давно сделали дополнительный функционал, что упаковочный лист в зависимости от параметров, выбранных в настройках системы, может печататься как с табличной частью, то есть с перечнем из количества тем товаров, которые, допустим, у нас находятся в том ином коробе, либо может печататься безликий, то есть просто покупатель и, соответственно, количество транспортных единиц. Сделано это было с той целью, чтобы просто скрыть на полность коробок от чужих глаз, чтобы люди, те же водители, не видели, какой товар переводится, ну и либо транспортная компания. Далее отгрузка отобранных заказов у нас осуществляется также с терминалов сбора данных, система контролирует, чтобы по заказу не был отгружен палет, который к ней не принадлежит, то есть операция достаточно простая, оператор сканирует штрих-код заказа с печатной формы, далее система показывает, какие палеты должны будут отгружены, должны быть отгружены в рамках этого заказа. Соответственно, оператор отгрузки сканирует штрих-код с палеты, ну и тем самым подтверждая, либо отказываясь от отгрузки машины. Непосредственно после того, как он подтвердит отгрузку либо того или иного палета, либо коробки, этот палет будет списан с остатков ВМС-системы. Далее, так как на складе активно работают с мезонином, то постоянно количество этажей прирастает, да, то есть изначально, когда был запуск, мезонина не было вообще, потом был построен три этажа мезонина, далее поднялся еще один этаж, то есть сейчас в итоге у нас четыре этажа мезонина, полочное хранение, товар размещается на мезонин либо посредством подпитки с основного хранения, с фронтальных стеллажей, да, то есть подпитку либо под потребность по заказу, либо так называемое холодное пополнение, то есть плановая подпитка. Соответственно, второй вариант подпитки, о, извините, подпитки размещения, это, например, если при приемке мы понимаем, что у нас коробка неполная, да, то штучный товар, мы просто размещаем сразу на мезонин, так как нет смысла там размещать его в хранение. Все операции осуществляются через транзитные ячейки, то есть так как работают до мезонина техника, на мезонине работают складские сотрудники, которые выполняют раскладывание тех или иных коробов, да, с товаром, ну, соответственно, разделение по задачам. Используется вариант отбора как классический, да, с ТСД, то есть непосредственно по задаче системы говорит, в какую ячейку нужно идти, какой товар взять, какого срока годности и так далее. Также работает вариант кластерного отбора, то есть за один заход, вот как раз перед вами на изображении тележка кластерного отбора, да, и два лотка, к каждому лотку привязан свой заказ. То есть фактически за один заказ человек идет и собирает однотипный товар по нескольким заказам. Естественно, их может быть больше, чем два, там, ну, в той реализации до девяти. Ну, соответственно, тоже очень интересный вариант отбора, который помогает. По факту контроля на мезонине мы осуществляем, извините, по факту сборки на мезонине мы осуществляем контроль. Для этого были сделаны отдельные рабочие места для контролеров, так как товар мелкий, соответственно, зачастую просто блистеры. Рабочство очень кропотлируемое, и, соответственно, там установлен компьютер, и операторы просто контролируют иммунитурный состав более внимательно. Ну, давайте поговорим теперь о результатах проекта сходни. Всего было автоматизировано 100 рабочих мест, из них 10 стационарных, то есть это как раз рабочие места приемщиков, контролеров и так далее, и 90 мобильных, непосредственно ТСД, терминалов сбора данных, на которых осуществляются основные операции, как приемка, размещение, отбор, подпитка, отгрузка, инвентаризация и так далее и тому подобное. На складе используются модели терминала фирмы «Зебра», у нас же «Моторола», да, 31.90 и 91.90. По планам развития переход на сделку, ну, они уже на ней работают, уже давно. Ну, и вообще статистика, да, раньше отбирали 300 заказов в сутки, сейчас 900, около 1000, ну, и сейчас в пике количество срок, вернее, в среднем, да, в районе 50 тысяч. Дальнейшие шаги планируют с установкой конвейера, ну, и, возможно, внедрение модулей KPI и мотивации, то есть непосредственно для расчета заработной платы, для каких-то там функций. Результаты проекта склада в Кирове. Я сразу оговорюсь, почему я не рассказывал подробно про склад Киров, да, потому что это фактически тиражирование, да, того функционала, который находится, используется на складе в Москве, и склад небольшой, тот же самый функционал, наверное, просто, ну, нет смысла на этом более подробно было останавливаться, просто вкратце итоги, да, автоматизировано было 25 рабочих мест, из них 5 стационарных, 20 из мобильных, используют точно такие же модели терминала сбора данных, ну, и классика там, да, сокращена зависимость от персонала, планируют переходить также на сделку, ну, и внедрение аналогичных модулей, да, и дополнительные уровни мезонина. Следующий проект, то есть на этом по компании Grand Capital все, ну, и второй проект, который мы рассмотрим, автоматизированные наши системы, это склад компании E-Farm, также о компании я вам расскажу, фармацевтический склад, представляющий параллельно услуги ответственного хранения, ну, и склад, непосредственно хранящий себе товары собственного производства, да, такие как там Мирамистин, Накамистин и так далее. Соответственно, сеть продаж в Москве, Санкт-Петербург, ну, по России, достаточно обширный, очень интересный склад. Ключевые цели, ну, опять же, да, по аналогии Grand Capital, классические, оптимальное использование складских площадей, обеспечение прозрачности обработки товаров и запасов, увеличение скорости качества выполнения операций, контроль персонала, ну, и, как ответвление, да, направление складского хранения, доказание услуг ответственного хранения. Особенности проекта. Соответственно, необходимо было запустить склад в промышленную эксплуатацию в кратчайшие сроки. На складе используются складские, складское хранение, да, узкопроходные стеллажи. Все операции должны выполняться непосредственно с терминала сбора данных. Печатаются, естественно, стеллажные карточки. Мы с ними уже, да, знакомы с вами по Grand Capital, поэтому особенно останавливаться не будем. Они у вас есть на изображениях на слайде. Печать этикеток на товар, который приходит не отмаркированный. Размещение по различным зонам хранения. Там очень большая разбивка. И работа с использованием складского оборудования для разделения задач, так как вы видите узкопроходы, соответственно, транзитные ячейки, да, вилки транзитов и узкопроходники, которые работают по аллеям. Далее, организации складской топологии. Начали уже с вами про нее разговаривать. Адресное пространство, определение местоположения товара, также учет товара по разрезе сроков годности партии, ну и маркировка прослеживания в зонах, естественно. Также существуют различные зоны хранения, как основное хранение, хранение поклажидателей, хранение холодильники, яды, защиты от света и так далее и тому подобное. Причем очень интересно, вот эти вот маленькие куски склада в виде холодильников расположены на втором этаже. Как раз есть картинка, да, как узкопроходник поднимает палет на хранение для последующей раскладки непосредственно по ячейкам. Ответвление, так скажем, бизнеса, да, это оказание услуг ответственного хранения, то есть так как не весь склад должен был быть использован под собственный товар, соответственно, чтобы площадь не простаивала, хотелось разделить на, для передачи под услуги ответственного хранения. Были проработаны различные варианты биллинга, да, то есть разрезаны ветки, то есть учет прямых операций, таких там, как приемка, хранение, сборка, там, отгрузка, да, так и дополнительных операций, промежуточных операций, например, таких, как там, утрирую, приемка в навал, ополечивание, предоставление поддона и так далее и тому подобное. Слодожности проекта, которые возникли у нас на этапе запуска, это особенности работы с торцевыми транзитными ячейками, да, то есть складское оборудование тратит достаточно много времени непосредственно на автономную работу, то есть, скажем так, подгрузчику надо подъехать в зону приемки, взять палет, и так как вы видите на торце там три вилки, да, то есть три транзитные ячейки, если вдруг наш первый, второй ярус ячеек занят и нужно разместить на третий ярус, то техника достаточно долго тратит время для того, чтобы прицелиться, чтобы там аккуратно поставить палет, да, соответственно, в свою очередь потом узкопроходник перед размещением также тратит долгое время, много времени на то, чтобы прицелиться и взять палет аккуратно, да, и уехать непосредственно в аллею. То есть с точки зрения работы самой ВМС-системы это занимает доли секунды, но вот именно сама физика занимала очень много времени, и непосредственно перед запуском мы меняли логику работы как раз с этими торцевыми ячейками и решили остановиться на использовании ячеек, которые на полу, потому что это увеличило скорость работы, ну, в десятки раз буквально, а остальные ячейки мы используем либо для товаров, которые долгосрочного хранения, да, то есть к которым нет постоянного обращения, ну, либо там под частично какие-то ячейки под хранение палет. Ну, и, соответственно, результаты проекта, что было сделано, да, автоматизировано 4 стационарных и 9 мобильных рабочих мест, рабочие места мобильные – это терна сбора данных, автоматизированы полностью все бизнес-процессы на складе, потому что склад фактически отстроился, да, и сразу же мы перешли к запуску. То есть на этапе подготовки строительства склада, этапе монтажных конструкций, стеллажных конструкций система у нас уже была готова, осталось просто оклеить склад, да, и запуститься. Выполняется также контроль по сериям, срокам годности, по качествам номенклатуры, по тем же самым забраковкам, по используемым терминалам используется также, клиент использует зебра Моторола 3190-9190, как раз 9190 показали свои качества при работе с высотной техникой, потому что бывали случаи чудесных падений, но терминал перенес это стойка, с ним ничего не случилось, но опять же падение, по-моему, там было с 3-х или с 4-х метров, а наливной бетонный пол, и он уцелел. Ну, соответственно, на этом я бы хотел закончить свою часть вебинара, и давайте, наверное, тогда мы перейдем к вопросам, если таковые есть. Ну, я надеюсь, будут. У нас сегодня много людей собралось на вебинаре. Собственно, вопросы можно задавать в специальном окне панели управления, как я и говорила, так что ждем от вас вопросов и комментариев. Так, у нас, собственно, первый вопрос, да, о том, можно ли использовать как раз-таки оборудование другого производителя, о чем вот рассказывал Михаил, что в основном на проектах мы используем все-таки оборудование компании Моторола, точнее, Зебра, да, уже ранее это был символ. Его, конечно, можно, да, использовать другой оборудование, другие терминалы сбора данных других производителей, но мы уже, наверное, порядка 8 лет в рамках проектов используем преимущественно, собственно, оборудование компании Моторола и Зебра, потому что оно, в общем-то, свои характеристики подтвердило, и это наиболее распространенная модель, как с точки зрения там своих технических характеристик, каких-то эргономических свойств и так далее, то есть все работает, все замечательно. Ну и, собственно, они тоже лидеры рынка, в общем-то. Так, что у нас еще о сроке реализации проекта? Ну, в среднем, да, если брать реализацию стандартного проекта, там, склада без, не знаю, без тушек кур или тушек свиней, то это где-то 4 месяца, да, вот если брать, собственно, склады компаний фармацевтических, которые мы делали проект, это где-то примерно так, да, там, 4-5 месяцев, ну, это уже с учетом того, что система у нас в любом случае по результатам запуска проходит некую обкатку, да, и персонал у нас уже вникает в работу системы, и, соответственно, мы какие-то доделываем фишечки бантики, да, уже по итогам эксплуатации, ну, примерно вот где-то через 4-5 месяцев мы выходим уже непосредственно на нормальную работу. А так Михаил, в принципе, уже рассказывал, как происходит реализация проекта. Это проектная технология, 4 этапа, разработка концептуального дизайна, документы, которые описывают всю работу склада применительно к системе. Дальше, соответственно, мы систему настраиваем, делаем интеграцию с корпоративной системой, как я уже говорила, преимущественно с помощью Axiote ESB, сервисно-шинных данных, для построения единого информационного пространства и упрощения обмена и подключения новых конфигураций. Ну, и, соответственно, дальше пишем рабочие инструкции, соответственно, настраиваем систему, обучаем сотрудников, проводим тестирование системы предпусковое на каких-то тестовых группах заказов, и дальше уже переходим непосредственно к запуску и дальнейшему сопровождению системы. Давайте я отвечу, наверное, на следующий вопрос. Так, извините, немножко картинка прыгает. Вопрос от Виктории, да, по поводу приемки товара несколькими приемщиками, непосредственно, как происходит сортировка товара. Смотрите, существуют различные варианты обработки входящих потоков товара. На примере тех компаний, которые я вам показывал, о которых сейчас рассказывал, там достаточно простой бизнес-процесс, то есть приехала фура, выложили на пандус, привели товар, так скажем, к стандартам складского хранения, то есть разложили по определенным там срокам годности, по номенклатурам и так далее и тому подобное, далее непосредственно с ТСД принимаем и переходим к размещению. Второй вариант, который может быть использован, как раз приемка с сортировкой. То есть в данном случае человек, ну, например, там может привязаться либо к ячейке, либо к палету, да, принимает товар, система ему говорит, на какой палет нужно положить тот или иной товар, в зависимости от тех правил, которые настраиваются в системе. И как раз, например, по АВЦ принадлежности, соответственно, также можно настроить по этому категорированию, так как в системе ведется полный учет АВЦ, да, по номенклатуре и по дальнейшим возмещениям по зонам, соответственно, также это применимо к работе в нашей системе, то, что касаемо вашего вопроса. Так, далее, следующий вопрос. Секунду, сейчас я его прочитаю. Так, давайте, следующий вопрос. Антону, существует ли процедура автоматического формирования рейсов по документам отгрузки? Конечно, да. Соответственно, в рейсе мы можем объединять заказы, как принимая информацию от корпоративной системы, если у вас есть там ТМС-система, либо есть свои какие-то там доработки в этом плане, если в корпоративной системе такой информации нет, то данную информацию, данный функционал можно реализовать, настроить, не реализовать, а настроить со стороны ВМС-системы, указать условия, на основании которых система будет собирать заказы, там, прейсы, возможно, маршруты, волны и так далее и тому подобное. Коллеги, я заранее извиняюсь, какие-то вопросы просто я пытаюсь разобрать, поэтому могу их немножко там с заминками читать, постараюсь читать наиболее явные, чтобы не тратить много времени на выяснение. Так, давайте следующий вопрос. Так, давайте, да, следующий вопрос как раз тоже от Виктории. Склад в сходни с выработкой. Какое время работы склада и какое количество человек? Время работы у них разделено на несколько смен, то есть первая смена, так скажем, выходит, я боюсь обмануть, там, по-моему, с 8 утра, это люди, которые занимаются приемкой и размещением подпитки, то есть подготовкой к отгрузке. В районе обеда выходит вторая часть команды, да, то есть это те люди непосредственно, которые выполняют подпитку и выполняют отбор. Ну, то есть в среднем, если вот так вот растянем все время работы склада при максимальных нагрузках, то это с 8 утра до завершения контроля где-то, наверное, до 11, до 10 часов вечера. Так, какое количество человек, знаете, я, к сожалению, уже не помню, но даже если... Да, работает с терминалом порядка 130 уже, наверное, где-то человек. Да, ну, вот если по использованию терминалов, да, ну, ориентироваться где-то 100-120 человек, это касаемо всего статского персонала, который выполняет все задачи на складе, да, то есть от регламентов. При этом, нет, заявки поступают не единовременно, прием заявок у них идет непосредственно как менеджера, то есть, более правильно объяснюсь, менеджеры начинают принимать заявки, по-моему, с 10 или с 11 утра, соответственно, они начинают сразу же падать на склад, но собирать их начинают, по-моему, с двух часов дня, когда заканчивается плановая подпитка, плановое пополнение зоны отбора. То есть, естественно, это время не догма, да, просто, ну, так было решено, да, по опыту использования склада, да, и непосредственно бизнес-процесса. Соответственно, да, они, да, пожалуйста. Так, существует ли возможность использовать веб-сервисы в конфигурации без использования? Да, естественно, можно, просто сама структура USB, так скажем, это очень сильно продвинутые веб-сервисы, да, если так можно грубо сказать, соответственно, можно использовать еще, мало того, с USB-системой можно использовать и в рамках нее, так скажем, и файловый обмен, она это тоже поддерживает. Да, но если говорить о том, можно ли использовать просто стандартные веб-сервисы, да, и не использовать шину для интеграции, то это тоже можно, но, допустим, если вы будете самостоятельно, да, внедрение системы производить, вы, конечно же, можете написать обменный тоже самостоятельно, но, как правило, в рамках проектов мы все-таки рекомендуем использовать шину, это, так сказать, удешевляет стоимость именно разработки самой интеграции, да, там между корпоративной системой и системой управления складом. А если у нас добавляется еще, допустим, там третья, да, какая-то система, допустим, ТМС, да, или мы ответ хранения, и у нас поступают заявки, не знаю, в Excel или из почты и так далее, то тоже в зависимости от этого, в зависимости от используемых адаптеров, можно без проблем настроить обмен. Ну и также, чтобы вас там немножко не пугала эта интерпретация ESB, да, на этапе проектного согласования концептуального дизайна, вернее, написания концептуального дизайна, там есть отдельный большой блок, который касается интеграции, соответственно, в нем расписываются непосредственно все объекты интеграции, справочники, документы и так далее, расписываются все теги, все посылки, то есть как это должно, например, уходить из ВМС-системы в корпоративную, да, ну и, соответственно, какой ответ дает корпоративная система. Ну, то есть это не значит, что интеграция – это какой-то черный ящик, да, о котором знаем только мы. Но на самом деле, естественно, такого нету, все полностью описывается и согласовывается непосредственно с вами еще на первом этапе, да, на этапе написания вот этого документа, как раз большого концептуального дизайна-системы. Так, следующий вопрос от Антона. Представляется ли документация по веб-сервисам конфигурации, описание в комплекте системы непосредственно? Руководство пользователя, ну, то есть идет стандартная, если покупать систему, да, приобретать ее, просто само коробочное решение, там идет стандартный набор книг одинессовских, ну и, собственно, там есть описание конфигурации, в которой, в общем-то, заложено тоже таким образом реализовываться, ну, стандартная, естественно. Так, что у нас еще? Вопросы по поддержке были, да, после реализации проекта. Ну, соответственно, да, мы в любом случае, как я уже говорил, у нас есть выделенная служба сопровождения, и после запуска системы в эксплуатацию у нас, получается, мы выделяем где-то две недельки присутствия на вашем складе, чтобы всевозможные моменты, вопросы пользователей отрабатывать, да, а далее уже переводим вас на удаленное сопровождение, если необходимо, то круглосуточное, причем по различным договорам, различным уровням поддержки вы можете все нам отдать на сопровождение, в том числе и оборудование Wi-Fi, терминал сбора данных, и сервера, и так далее, а можете, соответственно, только к системе управления складом. Мы можем удаленно подключаться и, соответственно, мониторить и исправлять какие-то моменты. Так, следующий вопрос тоже от Антона. Система интеграции с KIS в WMS, ведущая KIS, ведомая или без разницы. Смотрите, в зависимости от тех функций, которые будут выполняться. Мы рекомендуем, естественно, KIS, чтобы была ведущей системой. Объясню почему. Потому что изначально в ней хранятся все справочники, номенклатуры, да, все наши организации, контрагенты и так далее. Там же менеджеры у нас с вами составляют заявки на поступление товаров, да, на склад, заявки на продажу товаров нашим покупателям, да. Соответственно, в плане вот именно номенклатуры и документов основания KIS должна быть, естественно, ведущей системой. В плане как раз, например, складской жизни, то есть, например, инвентаризация, корректировка качества, это уже не осуществляется на уровне корпоративной системы. Ну, вернее, может, но мы не рекомендуем осуществлять на уровне корпоративной системы, потому что склад, он товар видит живой, да, соответственно, если, например, там какой-то претензиончик шел мимо стеллажей, увидел, что товар там замят, упаковка разорвана, там или часть съели, да, этого препарата, в этом случае он меняет качество, например, там с кондицией утрируя на брак, в данном случае, соответственно, система автоматически может создавать документ отцверки по корректировке качества, отцверки по интеграции сразу ходят в корпоративную систему, ну, и, соответственно, корпоративная система, в зависимости от того, какая интеграция, может либо зарождать какой-то документ межскладского перемещения, либо корректировку качества номенклатуры и так далее и тому подобное. Вот, соответственно, ну, в основном вот эти вот моменты, на какой стороне системы, какой функционал останется, обсуждается тоже как раз на первом этапе, но вот вкратце я вам рассказал, то есть, ну, основнополагающий, конечно, на КИС, на корпоративной системе. Так, давайте далее. Так, вопрос от Виктории. Возможно реализация хранения, сейчас, извините, проскочило сообщение, секунду. Возможно реализация хранения сборки в гравитационных стеллажах с помощью систем имеется в виду существенный минус хранения по серии срок угодности. В одном канале не может находиться две разных СКЮ, или система может как-то обойти данный факт. Смотрите, в данном случае система параметрична, то, что я вам рассказывал, это всего лишь примеры реализации, да, соответственно, можно настроить как раз вот специфику таким образом, как вы сказали, чтобы, ну, так скажем, обойти вот эти вот тонкости, да, ну и, соответственно, реализовать именно под ваш бизнес-процесс. Ну, а глобально, конечно, там, если есть возможность, вы можете его описать, например, да, нам по почте, ну и, соответственно, мы можем просто потом отдельно обсудить, как это более применимо реализацией в рамках нашей системы. Так, далее вопрос. От Антона разупаковка при подборе в отгрузку может ли выполняться автоматически? Не очень понял вопрос. Но имеется в виду то, что есть, наверное, коробка в зоне отбора, лежит она целая, нужно отобрать 10 штучек, и система открывает коробку, да? Ну, то есть, если необходимо, то есть, если мы правильно поняли, так, а, или исполняет коробку, то есть, например, что имеется в виду, первый вариант, например, что если у нас в хранении лежит целая коробка, да, запечатанная, по системе, ну, там, по заказу нужно из этой коробки отобрать две штучки, может ли система так спланировать и, грубо говоря, вскрыть коробку? Да, может. Если этот вопрос касаемый именно какого-то, так, какого-то непосредственного функционала переупаковки, тогда, пожалуйста, распишите там более подробно, да, я просто, чтобы не угадывать, но прочитаю ваш бизнес-процесс и тогда вам более точно просто отвечу. Так, еще есть вопрос по стоимости коробочного продукта для фарм-склада. Смотрите, есть отраслевое решение, да, которое, в общем-то, так называется, отраслевое решение для складов фармацевтики. Но стоимость внедрения именно системы нужно говорить отдельно и, собственно, о каких-то до настройках данного отраслевого решения. Чтобы получить стоимость, да, проекта в целом, лучше написать нам запрос на сайте, ну, либо на сайте, да, там в форме обратной связи, либо, соответственно, на адрес om.sobachka.ru, ну, или позвоните по телефону. Ну, и наши менеджеры вам, в общем-то, расскажут и посчитают. Так, ну что, в принципе, у нас, наверное, все. Если у вас еще остались какие-либо вопросы, вы можете всегда нам позвонить по телефону. Наш многоканальный телефон 8495-9612609, ну, или прислать свой запрос, как я уже говорила, по форме обратной связи на сайте. Сайт еще также указан внизу, вот на вашем экране, и, соответственно, либо по почте om.sobachka.ru. И материалы вебинара будут доступны на нашем видеоканале и на сайте axelot.ru. Всем спасибо большое за внимание. До свидания. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...